Друзья, наверняка есть какие-то французские... Друзья, вот... Я специально хотела ввести тему. Кстати, кстати, к тему про друзей. К тему про друзей. Антон Москус и Иван Токмаков. Не-не-не, смотри. Постоянно говорят Руслану Токмакову, точнее, даже дразнить его на планерках или еще где-нибудь, что у Руслана есть такая манера называть телезрителей и нас всех коллег друзьями. Они говорят, какие мы тебе друзья? Мы коллеги. А я хочу дружить. А вчера, вы представляете, что на включении Антон Москус обращался-то ко всем, дорогие мои друзья. Это заразно. Неоднократно. И я, знаете, вот хотела ему как раз-таки припомнить. За тебя хотела, понимаешь, отстоять, так сказать. Отвоевать твое право называть нас друзьями. Помимо того, что мы тут внутричок рассказываем, мы все-таки, как вы заметили, немножко про бесячие фразы. Я даже не буду перефразировать. Именно так мы сегодня формулируем нашу тему. Есть ли у вас какие-то фразы, которые вас бесконечно раздражают? Пишите в нашу группу ВКонтакте. Вот там классная лодочка. Соберем все фразы и будем их говорить. Да, да. Мы буквально сегодня даем вам возможность выплеснуть все свои эмоции негативные, чтобы эти выходные у вас точно прошли очень хорошо. Потому что когда-то вот так вот в пятницу выплескиваешь все свои бесячие фразы, то выходные... Классная... 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 Классная фраза классная может быть в пятницу, когда ребята выходные отменяются, надо поработать. Вот это вообще прям... Надо выйти, выйти завтра на работу вне графика. Планерка 10 в офисе, как сегодня, что 10 с утра сказал. А меня вообще раздражает очень сильно фраза, когда, знаете, ну, ты сегодня, допустим, чуть спокойнее, чем обычно, к тебе все подходят и спрашивают, ты что такая грустная? Да, боже мой! Я вообще вот прям... Я тогда становлюсь не то, что грустной, становлюсь злая. Ты бьешь людей? Ты бью людей вообще всех. А у тебя... Ну, спасибо. Ну, хорошо. Нет, меня ужасно раздражает, когда переделывают все последние, слово последние, на слово крайние. Хотя последние, оно логичнее, даже вот в очереди, например. Последние, это тот, который по следам идет. То есть логичнее лингвистически. Но он же на краю очереди. Как там, что, обрыв, что ли, в этой поликлинике? Я понимаю, бывают поликлиники, где действительно такие, знаешь, обрывы, там все разваливается. Обрыв связи. Это нелогично, как-то лингвистически меня это так коробит. И что, ты никогда не говоришь крайний? Ну, подожди, ну, а как это? Есть ли какая-то ситуация, когда ты используешь это слово? Загрузили, Саша. Да, ну, к концу эфира подумай, пожалуйста. Надо подумать, да. А ответишь. Ну, не помню, чтобы я использовала это слово. Ну, как бы это? Ну, сегодня можешь написать его в комментариях в нашей группе. Ну, хорошо. Вот и способ поиспользовать. Сегодня спрашиваем у вас, какие фразы или словечки вас прямо-таки раздражают. В нашей группе во Вконтакте, кстати, можно оставить ваш комментарий. Да, и уже некоторые это успели сделать. Поэтому предлагаю нам с вами... Мы-то поделились, а вот что пишут наши зрители? Зрители. Ну-ка. Так, сейчас. Ну, ты же... Ну, ты же мужчина. Да! Ну, ты же мужчина. Ну, ты же мужчина, точно. Я не проснулся. Вот и гендерный. Ну, ты же мужчина. Я же мужчина. Ты же мужчина. Прям с таким упреком, да. А вы говорите такие? Нет, ни за что. У меня мальчик здоровым растет. Мне некого говорить. Ну, как? А я с сыном и сейчас точно просил. Не говорю. Ну, типа, двери тебе не открыли в супермаркете? Нет. Ну, это что такое? Ты же мужчина мог бы... Подожди. У мужчины, как и у женщины, должен быть выбор, что делать. Он должен захотеть открыть дверь. Если он не хочет скрывать мне дверь, то уж говорить точно, а сверхмужчина, это не... Просто подержать, чтобы не открывалось. Ногой. Типа, не зайдешь. Я считаю, что вот эти вот гендерные стереотипы какие-то, это вообще просто... Отвратительно. Какой-то моветон полнейший. Потому что можно точно так же и в сторону женщины что-то сказать. Ты не приготовила ужин, но ты же женщина. Где борщ? Слышу голос Вани Солнца, который это говорит. Прямо... Как? Ну, ты же женщина? Да, да, да. Ну, ты же... Любая фраза, начинающаяся на... Ну, ты же... Я тоже именно его голосом слышу. Мы выходим, когда на пикниковый период. Да, каждый раз одна и та же фраза. Ты же. Ладно, давайте... Ирина написала «Доброе утро». Прекрасно. Ирина, спасибо. Пока хорошая фраза. «Доброе утро. У моей дочери есть любимая «Не знаю». Не знаю. Я не помню. Я не помню, да. Я забыла. Уж так раздражает на протяжении пяти лет это слышу. Ну, ты что-то не хочешь знать? Я не помню, я не знаю. Мне кажется, это ходовые такие фразы, да, которые каждый из нас использует. Ну, тем не менее, раздражает. Дмитрий также написал еще раздражает слово «посмотрим». Дико хорошая, удобная фраза. Но так бесит, когда день расписан по минутам и тут «посмотрим». Да, 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 да. Да, есть такое. Дмитрий, спасибо большое за такое активное участие. Ирина написала, начальница говорит «договорчик», «планерочка». Ну, потому что, ну, это нормально, да? Дружочки. Это она хочет планерочку сделать более приятной. Приятненькой. Чайочком. Планерочка. А потом раздать всем, да. Слушайте. Люлей. Люлей. Люлечки. А когда, знаете, вот эти «чка», да, имени звучат еще, особенно от незнакомых людей. Лерочка. Русланчик. Котичка. А это человек, который знает тебя, не знаю, там. Пять сек. Да, да, да. Где-нибудь, да. Это же тоже как-то, ну, не знаю, неприятно, мне кажется. Кстати, Алена написала про крайний. О, моя тема. Ну-ка, ну-ка. Она пишет «Не использую. Вообще всегда кажется не к месту. Раньше его не говорили, и в один момент стали все резко заменять слово «последний». Резко, да. От слова «совсем» она пишет. Особенно, когда его слышишь от руководителей. От слова «совсем», да, 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 да. Это тоже так лингвистически неверно. Ну, правда, резкий был, мне кажется, переход. Так вот, и еще один комментарий, который успели написать к этой минуте от Нелли. Вопрос на засыпку. Жуть как раздражает Нелли. Вопрос на засыпку. Прикольно. Засыпают этот вопрос. А мне нравится этот вопрос. Или ты засыпаешь под этот вопрос. Давайте, знаете, что скажем? Мы совсем не осуждаем людей, которые так говорят. Мы сейчас просто обсуждаем сами фразы. Потому что бывает, знаете, вот вы один раз всего скажете слово «крайний» за всю жизнь, но оно кому-то придется в стотысячный раз на один и тот же день, и поэтому взбесить. То есть речь не в том, что бесит человек, потому что он так говорит, а бесят именно слова. Давайте именно об этих словах. И мне кажется, у нас отлично подключили. Комментарии к этой минуте. Комментаричек. Комментаричек. Да, и вопрос на засыпку вам. А напишите ли вы еще комментарии к нам в группу ВКонтакте? Ну ты же женщина, ну ты же ведущая, правильно? А ты мужчина. Надо спросить. И мы ждем еще больше фраз. Мы хотим их немножко вот так вот помуссировать, посмаковать, чтобы они не бесили нас в дальнейшем. Ну подожди, Руслан. Посмотрим. Посмотрим. И, в общем, выплескиваем все свои эмоции туда, именно в комментарии в нашей группе. Что же пишет Руслан? Да, вот Ольга, допустим, мы стараемся вообще прочитать все, поэтому вы пишите. Мы к этой теме будем периодически возвращаться. Ольга пишет фраза «Куда пошла?» Куда хтоют на дороге? Куда-куда? Какая разница, куда пошла, да? Куда пошла, куда пошла? Екатерина, допустим, пишет такую фразу «А что такого?» Боже, да, против этого ничего не скажешь. А что бы и нет? Вот, кстати, мне кажется, Виталий примерно в эту же тему написал комментарий, дико раздражает вопрос на замечание или предложение «И чё?» Это вот поддача твоя правильная, конечно. Да-да-да, это оно. Ну и чё? Ну, хотим и делаем, сколько угодно, и сколько хотим чего. Ольга, у меня такой же, но немного другой. Да? Нет, а знаете, ещё бывает как, когда ты что-то рассказываешь, человек обесценивает твою историю, ой, да это вообще фигня, вот у меня! Да-да-да-да. И ты слушаешь такой, да-да, у тебя. Это как перетягивает немножко дело, да? Да-да-да. Вот вопрос интересный, Саша, а у тебя какое отношение к фразе «Доброго времени суток»? «Доброго времени суток»? Ну, она такая какая-то формальная, не знаю, но я понимаю, почему её говорят. Почему? Потому что непонятно, когда прочитают. Непонятно, когда прочитают, да. Да, я поэтому поспокойнее к этому. «Доброго времени суток». Ну, типа, ну ладно, ладно. Можно сказать «Здравствуйте». Лучше бы, конечно. Мы продолжаем читать ваши комментарии в нашей группе во ВКонтакте. Напомню, спрашиваем с утра, а есть ли какие-то фразочки или слова, которые вас раздражают? И у нас их набралось на целом словаре. Мне кажется, это успех, потому что эта тема зацепила и показала, что у нас такие активные зрители и подписчики. Которых всех бесит. Которых всех что-то бесит. Отлично. Супер, мы с вами одинаковые. Как здорово. Все мы люди. Доброе утро. Мне очень не нравится фраза «пожрать». Грубенькая такая, да? «Пожрать», да. И слово «паразит» «корочь». Короче, типа, это мой бич. Типа, кстати, тоже ниже, я уже немножко, если забежать вперед, то там тоже было. Узкие места. Так в последнее время говорят руководители на работе, и никто ни разу не показал то самое узкое место. Средства из экономии отдела пойдут на узкие места. Ой, какой кошмар. Я пыталась понять контекст. Узкая горлышко. Ну, то есть на дороге, да, логично еще, куда не шло. Нет, тут имеется в виду... Именно бизнес, да? Ну, да, какой-то процесс, который стопорит все. Ну, то есть у тебя типа двигается, двигается, потом тык, и все не могут в это узкое место. Горлышко еще называют, да? Ну, ладно, ладно, так, супер. Это особенка такая, да? Доброе утро, новое утро. И Ирина тут написала про крайний очень много. Нет слова крайний, только последний. Последний звонок или крайний звонок. Хорошо. Последний момент или крайний момент. Последний день жизни или крайний день жизни. Я родила крайнего ребенка. Я в семье крайняя дочь. Бум! Хорошо и хорошо. 31 декабря последний день года или крайний день года. И так до бесконечности пишет Ирина. Это прямо хорошо. Да, вот это вы, конечно, выпустили пар вместе с Ириной сейчас. Но там еще много, много, много. Присылайте, да, свои ответы, свои комментарии. Что вы думаете, какие вас слова бесят. Будем ждать и в течение эфира подводить итог. Итак, у нас мало времени, и поэтому мы переходим сразу к тем фразам, которые вы написали. Вот, например, мне понравилось. Когда говоришь, что чего-нибудь нет, а оппонент переспрашивает. Например, есть сахар? Нет. Что, вообще нет? Да, да, да. Нет, есть, ну чуть-чуть, да. Облежи, вылезайся. Сказал, что нет. У меня раздражает модное быть в ресурсе. Ага. Пишут, что нельзя быть в ресурсе, нужно иметь ресурс. О, кстати, а вот это лингвистичненько, да. А там еще была фраза, это самое, как ее? Это самое. Это самое. Я вас услышала, терпеть ненавижу. В общем, фраза, какая разница. Делай, что хочешь. Вот. Делай, что хочешь. Ой, делай, что хочешь. А еще мне нравится, я вас услышал. Я вас услышала. Я тебя поняла. Да. Я тебя поняла. Да, спасибо. Я тебя поняла. В общем, выяснилось-то что? Фраз этих, которые кого-то вот триггерят, раздражают, бесят. Триггерят. Триггерят. Сейчас мы повиснем надолго. Их оказалось очень много, этих фраз словечек. И это прекрасно. Давайте. Это здорово. Мы в пятницу выпустили пар. Давайте уже заканчивать этот пятничный эфир. Заканчивать? Да. А может, не будем заканчивать? Давайте сегодня до десяти. Я так хочу, чтобы утро не кончалось. Чтобы оно со мной мчалось. Со мной мчалось. Со мной мчалось. Увидимся, дайте когда. Увидимся в следующий понедельник. И не смейте не включить новое утро на ТВК в 6.30. Это угрозы. Потому что будет весело, будет классно. Ну что, пока. Пока-пока.